Уберите родинку раньше, чем она уберет вас. Это медицина будущего. Сама по себе фотодинамическая терапия это целый мир. Я бы вылечил людей от глупости. Вы азартный человек? Наверное, нет. Я не играю в казино, не покупаю билет из портлато. Сложная операция для вас это вызов или рутинная работа? Должно быть что-то очень сложное, чтобы я это воспринял как вызов. Чем вы лучше остальных врачей? У меня больные выздоравливают. Павел Попов. Лазерный хирург, хирург-онколог. Автор самых успешных методик применения лазерной и фотодинамической терапии. Получил мировую известность после того, как удалил маску Бэтмена с лица полугодовалой Луны из США. Врачи на родине не взялись оперировать Луну. Классическая хирургия ножа и скальпеля знала только один способ лечения – иссечения. Но он был слишком кровавый и опасный для ребенка. Специально к вам на операцию привезли девочку из Америки. Почему ей не могли помочь там, в Соединенных Штатах? Почему вдруг сюда, в Краснодарский край? Вообще-то ей вы не смогли помочь нигде, кроме моей клиники. Именно потому, что классический хирургический подход в ее случае не применит. А вот фотодинамическая терапия, она способна была решить проблему. Мы ее решили. Сложно как бы себя охвалить, но на самом деле такого уровня фотодинамической терапии, которую провожу я, пока аналогов в мире нигде не встречается. Как бы сложилась судьба Луны, если бы вы не помогли своей операции? Печально, печально. На самом деле, так сказать, такие гигантские врожденные меланоцитарные невусы… Невусы – это новообразование кожи, содержащие в себе пигментные клетки – меланоциты. В просторечии люди их называют родинками или родимыми пятнами. Малитнизируются еще в ранние годы развития ребенка. Вот в то же самое время, когда я взял Луну на лечение, значит, ко мне обратились за консультацией родители ребенка тоже с гигантским невусом. Я предупредил их о риске меланомы. Ну, родители, так сказать, воспользовались советами других врачей и отложили лечение. Через два года у ребенка была диагностирована меланома. Вот, ее вырезали, но, к сожалению, так сказать, ребенок обречен, он погибает от метастазии. То же самое было бы и с удовольствием. Меланома кожи – это вид онкологического новообразования, формирующийся на поверхности кожи на месте невусов – родинок. Считается самым агрессивным видом рака кожи, характеризуется быстрым ростом и ранним метастазированием. Сама по себе фотодинамическая терапия – это целый мир. Это так же, как вот хирургия. В хирургии существуют тысячи авторских, так сказать, операций. И вот в фотодинамической терапии, да, существуют мои авторские разработки, которые уникальны, и они нигде и пока не воспроизводятся. Я уже больше 20 лет фотодинамической терапией занимаюсь. Через мои руки прошли тысячи пациентов, и только с гигантскими невусами десятки пациентов были прооперированы по вот этой методике. Сейчас в процессе даже лечения у нас порядка десяти маленьких пациентов с гигантскими невусами на лице в разной степени завершенности процесса, которых мы буквально спасаем. В чем опасность невуса? Невус – это мина замедленного действия. То есть изначально все невусы доброкачественные, но с годами в них происходит эволюция незрелых меланоцитов, и рано или поздно в них возникает меланома кожи. Причем чем невус больше, тем риск развития меланомы в нем тоже больше. Я сейчас готовлю кадры молодые, и самое главное – я готовлю к публикации несколько атласов по клинической фотодинамической терапии, которые позволят широкому кругу специалистов, студентов ознакомиться с особенностями и возможностями этой методики для того, чтобы фотодинамическую терапию применяло как можно больше врачей. В медицине будущего будет меньше операций, выполняемых при помощи скальпеля. Медицина будущего – это медицина малоинвазивная, медицина бескровная, где лечение сложных клинических ситуаций будет производиться в амбулаторном режиме без госпитализации пациента. Когда приехали к Павлу Борисовичу, это было почти год назад, в июне месяце прошлого года. Он посмотрел и сказал – это плоскоклеточный рак, нужно делать срочно операцию. Я попросил до июля месяца отложить, он говорит – в июле я браться не буду. В случае онкологических заболеваний время, оно дорогого стоит, и оно определяет результат лечения. Потому что ситуация была аховская. В принципе, по идее, по прогнозам где-то в ноябре, в декабре должен случиться фатальный исход. Белоусов Сергей, 67 лет. Диагноз – плоскоклеточный рак. Подобное заболевание прогрессирует достаточно быстро, и запущенное состояние не поддается лечению другими методами. Хирургическое сечение, радиоволновое лечение, лучевая терапия. Метод ФДТ в данном случае остался единственным возможным. То, что хирурги пытаются вырезать, мы удаляем бескровно, без разрезов, то есть абсолютно неинвазивно или малоинвазивно. Кто из себя представляет фотодинамическая терапия? Это бинарное воздействие на ткани при помощи лекарственных веществ фотосенсибилизаторов и светолазера, который приводит эти вещества в активное состояние. Вот сейчас работает лазер для фотодинамической терапии. Он не жжет абсолютно ткани. Я вот его вожу по руке, мне не больно, я чувствую просто тепло. Но если бы внутривенно мне ввести фотосенсибилизатор за два часа до этой манипуляции, то в тех местах, где у меня были бы злокачественные клетки на коже, происходила бы фотодинамическая реакция с нейтрализацией этих клеток. При небольших размером с копеечку в злокачественных опухолях достаточно 40 минут облучения ее. Были у нас пациенты, где, скажем, на голове была опухоль размером со шляпу. И там при помощи, так сказать, сразу нескольких лазеров мы облучали в течение 8 часов. Ну и добивались ее, так сказать, полного некроза. Ну я родилась с ним, но я не знала, что это диагноз. Я всю жизнь росла с мыслью, что у меня обычное родимое пятно просто не такое маленькое, как у всех. А оно росло вместе со мной. А диагноз мне уже поставили как раз, когда я попала к Павлу Борисовичу. Я уже конкретно узнала, что невус это. И что он бывает доброкачественный и злокачественный. Ну в моем случае повезло, он у меня доброкачественный. Катранова Мария. 45 лет. Диагноз. Гигантский невус. На данный момент был проведен один этап лечения методом ФДТ. Пациентка находится под постоянным контролем врача. Для полного удаления потребуется еще несколько этапов. Частично он сверху, да, там удалено. Рубцы, так скажем, ну как шрамики небольшие, все. А внизу еще осталось, вот как раз, ждем осенью. Жизнь продолжается. Тут, как говорят, в 45 оно только начинается, так что только начинаем жить. Это медицина будущего, потому что такие опухоли невозможно хирургически, в принципе, удалить, когда она пол лица занимает, там, или, так сказать, всю волосистую часть головы. А фотодинамическая терапия может справиться даже с таким состоянием. Если речь идет о опухолях с низким потенциалом к метастазированию, то практически фотодинамическая терапия их излечивает за одно посещение. Огромное количество врачей, как частных, так и государственных. Мне говорили, что с этим только остается жить. Ничего с этим не поделаешь, медицина не способна на такое. А если и способна, то это хирургическим способом. Именно они предлагали вырезать, но они говорили, что такое человек не способен выдержать. Павел Борисович сказал, что может предложить мне лечение. И полностью искоренить невус не истечением, а именно фотодинамической терапией. В несколько этапов. Ну и я согласился. Денис Ощепков, 20 лет. Диагноз – гигантский голубой невус. Чтобы удалить такой невус, потребовалось 4 этапа удаления. На каждом этапе проводилось удаление части невуса. Голубой невус опасен тем, что высока вероятность перерождения его в злокачественное образование меланому. Чтобы этого не допустить, необходимо было его полное оперативное удаление. Гигантские невусы, которые занимают целую анатомическую область или даже несколько анатомических областей, там риск меланомы практически 100% в течение жизни. Поэтому чем раньше от них избавляется, тем больше шансов на то, что мы успеем сделать это более. Вас приглашали работать за границу. Почему вы не уехали? Приглашали, но есть несколько причин, почему я не принял эти приглашения. Во-первых, я возглавляю клинику уникальную, прекрасно оснащенную. И мне просто жаль было бы, так сказать, свое детище как бы оставлять. Плюс мне нравится климат Краснодарского края. Я занимаюсь горным туризмом. И здесь в шаговой доступности, так сказать, горные вершины, на которые я люблю подниматься. Поэтому много факторов, которые меня здесь удерживают. Любила книга? Мартин Идин. Друзья или работа? Работа. Дисциплина или творческий беспорядок? Творческий беспорядок. Деньги или наук? Наука. Процесс или результат? Результат. Всегда результат. Если бы я не был врачом, то стал бы? Стал бы врачом. Самое неприятное в моей работе это? Когда супруга звонит и говорит, когда ты домой уже придешь? Часто случается. Если бы вы были всемогущи, то что бы вы как врач сделали в первую очередь? Ну, я бы вылечил людей от глупости. Потому что это самая опасная болезнь, и она не лечится, и мир страдает от нее очень сильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА